Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Катя, и я вас очень рада здесь видеть. Сегодня я начинаю снимать новую рукодельную неделю. У нас понедельник, 12 часов дня. Я сижу на балконе, кайфую, вышиваю в прекрасную погоду. У нас где-то 25 градусов тепла. У меня обед, и я поэтому решила повышивать. Захотелось мне взять вот этого снеговика, потому что в последнее время меня тянет вышивать все красное и на красном. Ну и плюс хочется зимы, Рождества, какого-то вот такого муда рождественского. Что здесь есть? Здесь есть прекрасная схема, нитки шелковые и вот такой интересный носик морковка. Нитки выглядят вот так. Я их разобрала, все очень-очень быстро. Их мало, но я думаю, хватит настроить шив, потому что, в принципе, есть некоторые цвета, используются вообще мало где. Например, вот этот цвет используется только веточка. Здесь, как веточка, да? Вот. Вот что у меня-то и получается. Давайте покажу поближе. Вот такой хорошенький снеговик. Белый цвет у нас с переходами, такими белыми, сливочными. Вот. Серединки цветочков будут заполняться желтым цветом. У меня же готовы гольфики. Ой, мне так нравится этот снеговик. Я вообще, я просто обалдею. Вышивать его одно удовольствие. Вот, кстати, все работы, что я притворю, это просто удовольствие, где нет шовчиков и каких-то таких страшных элементов. Прямо очень приятно. Сиди да вышивай. Цвет основы обалденный. Это у нас... Я тебе покажу. R&R Reproduction 32 Count. Вот. Очень здорово. Сижу тут, вышиваю, смотрю, талию 60. У него вышло новое видео. У меня еще осенний атрибут, потому что хейл у нас не закончился. И вот такой чудесный букетик. У меня подружка занимается цветами. Она оформляет свадьбы. И вот вчера мы оформляли свадьбы, я ей помогала. И у меня дома, наверное, 7 таких букетов разных, очень красивых. Но немножко уже розочка подзавяла. Так. Есть еще один букет. Рядом тут стоит, но показывать не буду. Его подарю завтра своей подружке Молли, с которой встречаюсь. Я вам ее показывала. Как-то вышивали неделю. Не знаю, вышивает она сейчас, нет. Я всегда тоже что-нибудь поснимаю. Так, вот у нас тут прекрасная погода. Паркинг возле дома. Но, в общем, сижу, балдею. Хочется на этой неделе мне вышить вот этого снеговика. Также повышивать чуть-чуть Dimensions. Долгострой. Все-таки хочу его продвигать понемножку. По три ниточки хотя бы за неделю. Хочется начать одну Викторию, начать и закончить. И вышивать сэмплер от Scarlet House, который показан в прошлой неделе. Но проблема там в том, что я начала вышивать его на лине 36-м каунте DMC нитками. Хотя можно было с шелком. И многие девочки посоветовали мне распустить и вышивать в шелке. В шелке у них дорогой получается. Наверное, так же, как этот наборчик стоит. То есть совсем немного. Но проблема в том, что я так не хочу распускать. Мне так лень. Жалко. И плюс еще заново все перешивать. В общем, я отложила. Я сижу, думаю, не знаю, что делать. Вышивать в DMC или вышивать в шелке. Вот. В общем, такие дела. В общем, подумаю еще и решу, что мне с ним делать. Вот. Обожаю этого снеговичка. Кстати, вот не люблю снеговиков. Только в Shepard's Push они мне как-то покоя не дают. Я, наверное, хочу собрать всю серию. Буду вышивать постепенно. У меня есть только три. Но купить-то не проблема. Я видела их вышитами, оформленные в магазине. Выглядят они просто потрясающе. Просто супер. Вот. Ну все, буду дальше вышивать. Потому что оторваться невозможно. Здесь, кстати, видите, есть и алжирские глазки. И вот такие вот, как звездочки, я их называю. Смирно стичь. Вот. Надеюсь, кстати, ткань у меня не сильно-то применется. Не потеряет маленький окрас. Потому что я знаю, что иногда из-за того, что ткань применется, немножко, как бы, цвет как будто уходит. Буду надеяться, что это не мой случай. Кстати, вышиваю в одну нить. Я знаю, что девочки вышивают снеговика в два сложения нити. Но мне нравится, как это выглядит в один. Ничего плохого не вижу. Мы тут свадебку делаем. Ненастоящую, но очень симпатичную. Типичную для Сан-Диего. Продолжаем вышивальные посиделки у меня на балконе. Вчера я неплохо повышивала. Я решила пересмотреть все фильмы о Гарри Поттере. Начиная с первой части. И я так незаметника для себя хорошо продвинулась. Сегодня с утра проснулась перед работой. Еще повышивала. Потом поработала, еще повышивала. И хоп, у меня уже готовый результат. Вчера, кстати, когда смотрела Гарри Поттера, увидела, что в спальне Гриффиндор есть, точнее даже это гостиная, а не спальня, шпалеры. И там есть дама и единорог. И я такая, опачки, у меня как раз-таки такой набор есть. И я вот так хочу начать. И такое вдохновение ко мне прилетело. Но я думаю, нет, не буду, не буду. Буду держаться, буду вышивать то, что у меня есть. И это было, кстати, правильное решение. Тут погладила вот эту работу от Джесс Нэн. Зайчики. Я вам еще не показывала, но я просто планирую через пять дней снимать рукодельное видео об итогах месяца. Поэтому там покажу поподробнее. Вот, давайте покажу, что у меня тут нарисовалось. Вышивала, как вы видели, я на пяльцах норги, от которых у меня есть заломы. И ничего теперь с ними не сделать. Вот, смотрите, да, немножечко как бы краска так сошла. Попробую еще раз в холодную воду окунуть этот дизайн и погладить. Но что-то мне подсказывает, что никак это отсюда не уберется. Также есть такой залом от снижней части. Здесь пока окей. Ну вот, давайте поближе. Хотя куда уж ближе. Покажу вам все детальки. Носик такой миленький. Птичка. Овечка. Очень простая. Носки. Из того, что здесь используются нитки с переходом цвета. Такой красный, бордовый. Это все один цвет. Просто это ниточка с переходом. Складывается впечатление на то, что вот эти носки, гольфики, которые одеты у овечки, они разные. Но на самом деле это одна и та же нитка. Красивый сюжет. Мне очень нравится. Кому-то проработано. Мне понравится, что здесь даже в джой, как вот носок, есть такие две зеленые крапинки. Что я говорю вообще? Две зеленые, два зеленых крестика. Вот. Нитки, которые остались. Здесь было две пасмы белого цвета. Вот одна у меня нетронутая. Одна абсолютно у меня ушла. То есть ее хватит точно на второй раз. Остальных пасм было по одной, за исключением черной. Черных было две, и вот у меня две и осталось. То есть всего хватит на второй отшив сто процентов. Вот этим цветом только вышивается веточка. Веточка вот. Вот этим цветом вышивается бордюры и делаются вкрапления. На цветочках красного тоже хватит. И вот даже половина не ушло. Видите, какой он такой красивый, интересный цвет. Это хорошо на балконе снимать. Все цвета довольно-таки четко передаются. Вот. Красивые оттенки, поэтому супер. Я очень довольна результатом. Но в последнее время я сижу и смотрю все про сэмплеры. В общем, смотрю разные ролики о сэмплерах. Это дядечка рассказывает, показывает сэмплеры. И говорит, что каждый сэмплер уникальный, с чего стоит начать, да, кто хочет собирать коллекцию. И что каждый сэмплер – это очень уникальная вещь. И он показывает персоналити человека, который вышивал. То есть девочка, которая вышивала сэмплера, это полностью вложила туда всю свою душу, все, что она видела. И то есть это очень такой уникальный продукт. Дальше я начала смотреть другие видео о сэмплерах. Вот здесь нашла такой канал интересный по антиквариату. И здесь женщина представила сэмплер, который переходил по наследству в ее семье. И вот его оценили в 5000 долларов. Он очень-очень красивый, 1825 год, Нью-Джерси. И что интересно, этот сэмплер передавался с поколения в поколение по женской линии у нее в семье. И его никогда не открывали. Как-то вот она пришла домой, и ее ребенок то ли побил стекло, то ли что, я уже точно не помню. В общем, немножко подломал этот сэмплер, если можно так выразиться. И тогда она его раскрыла и увидела, что на задней части хранились вот такие вот письма. И они рассказывали о том, кто их вышивал. То есть ее прабабушка вышивала этот сэмплер, и она вот рассказывала всю историю своей жизни. И вот она собрала такую небольшую коллекцию письма, и вот теперь про это рассказывает. И пришла сюда на канал, чтобы оценили ее сэмплер. Дальше еще одна работа. Этот сэмплер же стоит от 10 до 25 тысяч долларов. Это сэмплер 1685 года, Rhode Island. Кстати, это самый маленький штат в Америке. Там было несколько раз, очень миленький, симпатичный. Такой прям Нью-Ингланд. И вот мужчина, который оценивал, он сказал, что это довольно-таки не уникальный продукт, уникальный в плане того, что здесь много чего расписано, полезной информации, и то, что он один из самых таких старинных, которых вообще он встречал, и он очень редкий, 1685 год, что редкость для Америки, для американских сэмплеров. Но в то же время он очень простой, лаконичный, здесь нет ничего такого супер-пупера интересного, поэтому он говорит, что этот сэмплер стоит не так уж дорого. Вот этот сэмплер тоже принадлежит этой женщине. Ее пра-пра-пра-пра-пра бабушка вышивала его восьмилетнем возрасте, а вот этот сэмплер вышивали в 16 лет. Очень красивый, и вообще я прям обалдела. Как мне понравился. Красота. Так, а еще я тут зашла на Атик. Я довольно-таки часто смотрю эту газету, если можно сказать. Здесь у нас показана тоже одна репродукция, такая красивая, старая, вот такой красивый старый сэмплер, и вот красивая репродукция. Вот я бы очень, наверное, такую хотела приобрести. Сейчас еще рассмотрю и, наверное, пойду куплю. 1847 год. Вот этот сэмплер мне тоже очень нравится. И мне нравится вот этот сэмплер. 1843 год. Не знаю, чем, но мне очень нравятся эти вазочки. Какой он такой простенький и миленький. Я бы, наверное, хотела бы его вышить. В общем, как вы поняли, я подсела на сэмплеры, и все, теперь не могу остановиться, смотреть их и покупать. И еще я вчера купила один сэмплер, ой, такой он здоровский. Это лимитированный выпуск от Hans Ecras DC Samplers. Такая девочка миленькая. И как только я увидела это видео, я пошла сразу же на сайт, чтобы приобрести данную схемку. Мне понравилась идея, мне понравилось вообще, как Никола рассказала про этот сэмплер. Кто не смотрел, я вам советую, посмотрите. И вот можно купить в магазине, в одном только, да, который я не очень люблю, если честно, вот так вот он называется. Titan Stitcher. У меня с ним были терки. Так, можно купить, был раньше схему, потом схему с шелком, схему с другим шелком, схему с DMC. Когда я решила купить, была только схема с DMC, поэтому я купила схему с DMC. В общем, жду, когда мне придет такая красота. Как только придет, сразу же его начну. У меня есть несколько отрезов ткани, я пока не знаю, тут какой размер у данного дизайна. Как придет, я сразу же буду подбирать. Вот, возьму что-нибудь из Sunflower. Ну, я хочу вычесть на более темной основе, чтобы эти цветочки выделялись, может даже какой-то коричневый. Вот, вот такая вот милая девочка, 14 лет. 1750 год, в общем, все, тема сэмплеров меня увлекла по полной. Я сегодня утром получила имейл, что мой заказ Handsome был отправлен. Как только он придет, я его сразу же начну. Но пока решила что-нибудь небольшое начать, немножко расчехлить свои вышивальные запасы, потому что полки уже все ломятся. Я все продолжаю заказывать и заказывать. И решила взять что-нибудь такое маленькое, простое, от Adjus Nen. И мой выбор пал на вот эти две подушки. Смотрела, не могла понять, какую начать. Очень симпатичная вот эта. И очень симпатичная вот эта. Но так как я вышивала уже на красном льне, недавно, недавно, это вчера, снеговика, я решила начать вышивать на голубом. И я уже сегодня начала. Повышевала полчаса, и вот у меня такие вот симпатичные, простенькие результаты. Надеюсь, вообще за неделю закончить две эти подушки. Но если нет, то и ладно. У меня была небольшая такая коллекция. Их вообще очень много. Одну я продала. Не знаю зачем, я уже жалею, потому что продала я дешевле, чем покупала, естественно. И сейчас бы она мне бы очень подошла в мою коллекцию. Так вот, давайте покажу, что у меня есть. У меня есть вот такая вот подушечка с бабочкой. Очень симпатичная. Вышивала ее в том году. Хотела оформить подушку. Здесь у меня есть такой задник. Что-то же вырезала, но не оформила. Вообще вот эти небольшие работы, можно и в рамку оформить. Они очень изящно смотрятся, но в подушке, мне кажется, милее. Первая моя работа с корзинкой. Так вот она выглядит. Оформила я ее сама, естественно. Руками все сшивала, как могла. Ну, в принципе, неплохо. Вот. Такая маленькая. Вот эту подушку я вышивала на той неделе. Я вам показывала. И еще у меня есть вот эта дамочка. Тоже из этой серии. Все, больше у меня таких маленьких миниатюрок нет. Она такая красивая. На самом деле здесь такой нежно-розовый лен. Он почему-то передается как бледным, но он чуть-чуть поярче. Вот. В общем, хочу наделать много подушек и положить в корзину вместе с батончиками от Шепардс Буш. Что они там скучают. Одиноко лежат. В общем, красиво. Красиво должно получиться. И вот у меня такая небольшая коллекция. Мелочевки. Только когда руки дойдут все сшить, не знаю. Нужно, конечно же, вдохновение на это. Мелочевки. Мелочевки. Субтитры сделал DimaTorzok Вот этот сюжет какой-то заколдованный Я уже несколько раз здесь ошиблась И только начала пришивать бисер Смотрю, опять ошиблась Распустила здесь одну ромашку Думаю, окей, я ее быстренько перезелу И буду дальше вышивать И смотрю, что здесь, оказывается, розовые цветочки Они желтые То есть я делала алжирские глазки креником Когда нужно было делать просто нитка DMC Почему я так сделала, я знаю Потому что в других дизайнах у Джоснен Используется как раз таки креник для этих целей А здесь DMC В общем, буду сейчас распускать все Ну, ничего страшного И заново переделывать Сначала хочу бисер пришить Чтобы хоть как-то себя порадовать Хочу показать вам посылку, которую я заказала Тут несколько Джоснен Схем с паком и с нитками На самом деле я заказала все только вот из-за этой схемы А все остальные просто добрала в кучу, чтобы были И представляете, мне пришло все, кроме пака к этой схеме То, из-за чего я заказывала Вот здесь есть нитки Схема А красиво пока нет В общем, я так расстроилась Так хотела вышти эту схему Прямо уже, прям начать сейчас И, к сожалению, не получается Ну, ладно А еще у этого продавца была вот такая схема Я ее тоже заказала Здесь идут такие сердечки, нитки и DMC Также я должен был идти сюда Шелку от Релиз, но мне его положить Забыли Надеюсь, потом продавец мне его отправит Вот Ну, что делать Вышу тогда подбором Просто очень-очень-очень расстроилась А еще получила вот такой вот наборчик Милхин И, смотрите, это такая коробка Интересно то, что мне она пришла Вот в такой вот тюбе Я такого никогда не видела Чтобы разобрали набор И коробку положили в другую Такую полукруглую коробку Неужели вот в обычный пакет не положить Это мне было непонятно Но это забавно Хорошо, что ничего не помялось Вот, теперь у меня будет такая вот Коробочка от Милхил Я думаю, я ее тут выщу за вечер Шивать-то здесь особо нечего Вот Вот такие Пироги Грустные Ну, ничего страшного Ладно, тут беру Просто здесь еще шел не просто бисер с бусинкой А очень красивый пак с нитками Ручного окрашения Ну, ладно Так, снимаю уже поздно вечером Поэтому немножечко Что-то передача хромает Ну что, готовы У меня уже две подушки от JustNan Очаровательные маленькие дизайны И первая очаровашка Это вот такой вот букет ромашек С миленьким бантиком Если честно, мне кажется Что это самая красивая работа Вот в этой серии Но настолько она очаровательная Слов нет Я думаю, легко вышить с подбором Потому что здесь кроме DMC бисера Металлика и Клиника Ничего не используется Все можно подобрать Ну, очень хорошенькая работа И даже жалко оформлять ее в подушку Хочется оформить ее в рамку И второй дизайн Который я вышила очень быстро Это вот такое сердечко Начала вчера вечером Под Гарри Поттера Часик повышевала Отложила С утра взялась опять за нее Перед работой И такая хоп-хоп Смотрю Я все вышила Настолько быстро Что я даже не успела Глазом моргнуть Здесь вообще элементарно все вышивается Здесь есть только крестики Бэкстич И вот такие вот смирно стич Ну, понятно, да Алжерские глазки Они у всех дизайнов В этой серии есть Супер просто Даже не знаю, что еще сказать От этого части вышивается Клиником Здесь у нас, как обычно, Бленд DMC И металлика Немножко, наверное, не передается свечение Но оно здесь есть Очень красиво выглядит Работа наимилейшая, наипростейшая Мне кажется, самая простая из этой серии Но сказать честно Да, вот 30 долларов за наборчик Который я отдала Ну, не стоит Не стоит Можно вывешивать с подбором Это цена большого голда Который можно вышивать там 2 года Ну, я про себя говорю Кто-то из за 4 месяца Удряется вышить Ну, здесь как бы не за что платить В принципе, наверное, больше их покупать не буду Только если где-нибудь за 10 долларов увешу Хотя это вряд ли Потому что все наборы сняты с производства Но 30 долларов это точно Не стоит такое, знаете, баловство Я бы сказала Ну и все Теперь у меня завершилась моя серия Больше наборов нет Хочу я сделать подушки Когда я это сделаю, я не знаю Буду отталкиваться От вдохновения В общем, завершила я их И думаю Ну, так мне хочется еще Just N повышивать Прям Очень Так как я вчера получила Несколько схем С нитками У меня опять некуда все складывать Опять Just N у меня с коробок валится И я решила Надо бы мне что-то еще Повышивать Такого Чтобы можно было прям взять И вышить Такое же, как вот Да, вот эти наборчики У меня, в принципе Наверное, ничего больше нет Кроме вот этого дизайна Он маленький, небольшой И я думаю Так, надо бы мне его вышить Потому что в набор Здесь у нас входит Ткань Фетр Бисер Вот такие вот Прекрасные Бисеринки Эмбелошмент В общем, все есть Кроме нитокониток Смотрите Здесь вообще абсолютно Такое небольшое количество Используется Я думаю Надо бы мне его вышить Я не буду делать конвертик Я хочу сделать Вот такой вот вариант Хотя, уверена Что конвертик Выглядит классно И его интересно использовать И, ну, так эффектно Смотрится Но я буду вышивать Вот такой вот вариант Оформлять не знаю Когда-нибудь буду Наверное Точно и сейчас Я вышиваю просто все в стол В принципе Выглядит очень просто Кстати, вот этот вот Эмбелошмент Еще используется В сэмплере Winter Heaven Но там цветочки В красной не покрашены Просто наимилейший дизайн Просто обалденно И я пошла сейчас Собирать нитки В общем, все нитки У меня нашлись Кроме номера 701 Единственное, что У меня точно есть Я не знаю, где он лежит Но я решила подобрать 702 Это вот такой вот оттенок То есть Так вот Как выглядит Этот 701 цвет Используется вот здесь В деревьях И также Вот в узоре Я думаю 701, 702 разницы Вообще никакой Поэтому Да, буду использовать В общем, хочу немножко Проредить свои запасы Дальше Я начала собирать Еще Укомплектовый Точнее схем На очереди У меня стоит Вот этот дизайн Здесь Я буду заменять основу Мне кажется На сером цвете Немножко Он так теряется На однотонном Хотя здесь Очень много Разных элементов И дизайн Как мне кажется Довольно-таки сложный Потому что Здесь Чего только нет Вот эта Часть меня пугает Больше всего Не люблю Я такое вышивать Если честно Но дизайн красивый Такой здоровский пак И здесь Я тоже начала Собирать нитки И также я Раздумываю Над основой Извините Сейчас будет громко Хочу спросить Вашего совета Я хочу Вышить этот дизайн На Лине Вот такого Оттенка Вот Я специально Заказывала Такую Сиреневую Почему-то серую Передается Непонятно У санфлава К этому дизайну Вот этот отрезок И также Мне Пришел В подарок Вот этот Отрезок От Лены Мечты Вышивачи Текстичи Дриммерс Сейчас смотрю Абсолютно Не так передается На самом деле Вот это Серый цвет А вот это Сиреневый И я не знаю Как он больше подойдет Серый Или сиреневый Если смотреть Вот так То понятное дело Что Лучше будет Смотреться Вот этот оттенок А живой Мне кажется Вот этот В общем Я запуталась Не знаю Какой Взять И вот Такие вот Будут нитки Я уже начала Собирать В принципе Любой выбрать Все будет Красиво Вот Собираю я Покажу Получше Отрезки Так Вот Не Выглядит Буду Думать Склоняюсь Я К Вот Этому Оттенку Потому Что Он Не Голубой Здесь Абсолютно Голубого Ничего Нет Он Серый Сиреневый А тут Прям Серый Фиолетовый Потому Что На нем Наверное Будут Четче Видны Красивые Детальки Но Я еще Подумаю И Также Решила Собрать Нитки К Вот Этому Дизайну Потому Что Очень Хочется Вышить Он Такой Маленький Миленький И Здесь Мне Нравится Пак Здесь Бисер Вот Такая Красивая Нитка Вышивается На Белой Основе Она Как Раз Так У Ни Есть Поэтому Надо Вышивать Здесь Я Положила Только Два Цвета У Мне Есть 28 Каунт Белого Цвета И Также У Ни Есть Практически Все Эти Нитки Кроме Мне Кажется Вот Этого Хотя Нет Наверное Где-то Он Тоже Есть Все Есть Перлей Я Заменю Наверное На Номер 8 Номер 12 Скорее Всего И Все Да У 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 Буду Его Вышивать Это Такие Мои Приблизительные Планы На Этот Год Под Just N Я Уже Говорю Что Ничего Не Собираюсь Начинать Что-то Пошло Не Так И Мне Хочется Немножко Избавиться От Схем Также Покажу Семплер Который Я Планирую Продолжать Я Его Не Буду Забрасывать Но Завтра Я Встречаюсь Софии Hard 10 Я У нее Совета Она Конечно Скажет Вышивать Шелком Может Она Посмотрит И подумает Что Дим Си Не Так Плохо Она Спец По Семплер Поэтому Я Спрошу У нее Совета Может Даже С ней Какое-нибудь Видео Запишем Посмотрим Как У нас Дела Вот Так Ну Что Пойду Вышивать Очень Хочется Начать Этот Дизайн Мне Кажется Он Такой Классный Важ Детский Буду Вдохновляться Потом Покажу Вам Что Получилось Может Все-таки Создреть Для Такого Кошелечка Я Лазову Кошелечка Создреть Не кошелечка Это Игольница Но Мне Кажется Что Это Кошелечка Ну Вот Такие Вот У меня Дела У нас Сейчас Опять Наступил Понедельник Я Можно Сказать В поте Лица Тружусь Над тем Чтобы Закончить Данный Конвертик Уже Очень Мне Нравится Жду Не дождусь Когда Я Завершу Но На самом Деле Здесь Не Видно Ни Конца Ни Края Вот Так Работа Выглядит На Данный Момент И Она Мне Очень 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 Нравится Изначально Когда Я Сначала Вышла Только Ёлку И Белой Ниткой Сделала Крестики Не Добавила Красный Цвет Мне Казалось Как-то Грустно А Сейчас Когда Я Начала Добавлять Красные Крестики Все Я Поняла Насколько Я Обалдею От Этого Дизайна Насколько У меня Рождественское Настроение Даже Пошла Вчера Пижаму Купила Новую Рождество И Сейчас Только Что Тадам Тадам Я Получила Посылку С моего Нелюбимого Магазина Я Уже Говорила Что Я Не Первый Раз Там Заказываю Второй Раз Заказываю Второй Раз У меня Какие То Проблемы Все Как Мило Да Мне Присвали Такую Открыточку Точнее Распечатанный Листочек С Копией Репродукции Положили Наклеечку Такую В подарок За что Конечно Спасибо Приятно Куда Нибудь Я ее Приклею Нитки Вот Хорошо Красиво Лежи Где Сама Схема Вот И вот Сама Схема Но Как Всегда Проблемы С доставкой Во-первых Магазин Не написал Номер Апартамента Где Я Живу Поэтому Я Сейчас Когда Жду Посылку Смотрю Мне Ничего Не Пришло И Написано Что В приложении Где Отслеживала Посылку Что Вернулась Все На Почту Потому Что Неправильно Указан Адрес Я Побежала К нашему Посыдному Который Только Недавно Отъехал Меня Дома И Говорю А Ко мне Ничего Там Нет Случайно Посмотрите Пожалуйста И Он Посмотрел Сказал Да Есть Но Нет Апартамент Комплекса Номер В итоге Она Не Написала Номер Квартиры Поэтому Посылка Могла Бы Отправиться Обратно К Отправителю То есть В магазин До Этого Когда Я покупала То же Самое Была Такая Же Проблема В общем Не очень Любит Магазин Поэтому Не буду Рекламировать Вот Такие дела Хотя нет Я там Три раза Покупала Один раз Нормально Все Пришло А вот Два Не очень Ну все Сейчас Буду Листать Семплер Он Такой Тоненький Реально Маленький Блокнотик Но Как же Мне хочется Его Начать Побегу Сразу Искать Ткань И Как только Завершил Наверное Дизайн Сразу Приступлю К Вот Этой Схеме Хотя Может Жирять Не буду И сразу Начну Не могу Как мне нравится Эта девочка Это просто Восторг У нас Кстати Вчера Прошел Хэллоуин Надо Убрать Дома Все Семьи Атрибуты Букеты Тыквы И все Вот В этом Духе Ну все Пойду Сейчас Читать Что-то Написано В схеме Работать И потом Вышивать Ну что Прошло Три дня После Моего Последнего Включения Я Сфокусировалась Полностью На Вот Этом Дизайне От Джостнен Очень Хотела С Него Завершить И Я Так И Это Сделала Так Вот Выглядит Моя Готовая Работа Такая Она Яркая Красивая Рождественская Интересная И полна Деталек И интересных Каких-то Элементов В общем Я очень Довольна Тому Что у У меня Получилось Очень Нравятся Мне Здесь Вот Эти Интересные Элементы Которые Делаются Белой Ниткой Поверх Красной Потом Мне Нравятся Вот Эти Красные Сердечки Которые Выполняются Сатиновым Стежком Сиреневые Элементы Конфетки Пепперминт С бантиком Вот Это Гирлянда На елке Снежинки Вот Этот Красивый В общем Все Мне Здесь Так Нравится Очень Интересно Рассматривать Плюс Плюс Вот Эти Здоровские Смирно Стич В общем Просто Супер Ну Что Сказать Я Я Обалдею Этой Работы Как Всегда Все Свои Работы Очень Люблю Я Посмотрела На нее И подумала Что так Жалко Делать Кошелечек Потому Что Если Я Сделаю Кошелечек Тогда Вся Вот Эта Красота Она Конечно Будет Не Видна Мы Увидим Только Вот Эту Часть И В общем Я Не знаю В раздумьях Сейчас Вам покажу Что здесь Еще Уходило В пак Это Вот Такой Небольшой Отрезок Фетра Который На самом Той Деле Притык Впритык Прям Подходит К этому Дизайну Если Его Оформлять Вот Так Как Сказано У нас В инструкции И мы Видим На превью То Я Боюсь Что Если Честно Не Хватит Этого Отрезка Потому Что В этой Работе Нужно Еще Подгибать Края Чтобы Красивенько Аккуратно Шить В общем Я В раздумьях Я Не знаю В принципе Можно Обрезать Вот Эту Большую Часть От Дизайна И Оставить На Подворот Небольшие Отрезки Такие Поля Но А вдруг Я потом Захочу Переоформить Я захочу Сделать Картию В общем Я не знаю Что Делать Еще Подумаю Здесь У меня Стался Бантик И Бисер Бисера Хватит На Второй Ачиф Вот Здесь Очень Много Даже Может Даже На Три Как Обычно Я Вдохновилась Джаст Пошла Собирать Свои Укомплектовые Наборы В общем У меня Такая Ткань Которую Приготовила Для Следующих Дизайнов Буду Вышивать Я уже Показывала Покажу Чем Вчера Занималась Собирала Нитки Как Обычно Я Делаю Но Стоп На Этой Неделе Вот Этот Дизайн Хочу Вышить Такая Смотрю Думаю Тут В принципе Вообще Два Три Цвета Переворачиваю Думаю Ого И У меня Нашел Только 895 Но Другие Цвета У меня Тоже Есть Надо Просто Где-то Их Посмотреть Других Наборах Нравится Мне Ангелочек Дизайн 2006 Года Ну Красивый Я знаю Что у Елены Есть Еще Такая Вот Рамка К Этому Дизайну В принципе Там Можно Любую Рамку Подобрать Либо Сделать Пентик Либо Подушку Я Сделаю Подушку Скорее Всего Дальше Хочу Вышить В этом Году Вот Этих Классных Санд Веселых Но Здесь Меня Пугает Вот Эта Основа Потому Что Тут На Ней Можно Ослепнуть Хотя Куда Уже Больше Она Такая Красивенькая Яркая Насыщенная Мне так нравятся Вот эти Дома Викторианские В общем Супер Красивое Превью Поэтому Хочется Вышить Я думаю Я в этом году Все это Вышью Не думаю Я знаю Вот Этот Дизайн Он Маленький Вообще Три Полна Тринча Да На 28 Каунте Здесь У меня Есть Леди Скарлетт И Две Божьи Коровки Я Сюда Пришью Божью Коровку Другую Не Леди Скарлетт А ее Двойника Вот Маленький Сюжет Смотрите Здесь Даже Подписан Носок Просто Супер Сделаю Маленькую Подушечку Какая Прелесть И Вот Этот Дизайн Тоже Буду Начинать В скором Времени Здесь Мне Нравится Тоже Все Ну Ангелочки Это Моя Любовь Джинджер Человечки Этот Дизайн Я Видела Выш В группе В телеграм Елены Ветровой Очень Красив Как раз таки вчера девушка запустила В общем я собираю нитки на эти дизайны Дальше покажу Что вчера я делала Вчера я вообще Ничего не вышивала Кроме Вот этого цветочка И листочка То есть в этой Схеме В этом Дизайне Скарлетт Хаус У меня добавилось только вот этот цветок Листочек И вот эта часть Все В принципе больше тут Ничего не Прибавилось Надо бы сделать мне Надпись Которая делает Аппетит Я очень не хочу Она с черным цветом Совсем скучно Но придется Буду делать Также Я вчера Подбирала дизайн Точнее дизайн А ткань к этому дизайну И остановилась На Ткани Вот такой Она такая Желтая С розовым Пантоном Вот сейчас Камера С соседней Передается Но она С розовинкой Желтой С розовинкой Это Санфлору Хаус Тричество Аккаунт И я так Увлеклась Подборы К этой К этому дизайну Что я сегодня Начала Этот дизайн Сегодня Я Вот столько Повышевала Вот В принципе Совсем ничего Как вы можете Видеть Я начала Слева Верхнего Угла Вот Такая Сладенькая Девочка Она выглядит Конечно Маленько Странно Но мне Очень Очень Нравится Хочу найти Здесь Ножницы Которые Я потеряла Ну да ладно Хочу вам Показать Что Гордюр Одинаковый То есть Здесь Идут Такие Вытянутые Элементы Потом Маленькие И в схеме А я Все вышивала По схеме Вот Есть Вот такие Элементы Как здесь Да То есть Здесь Три крестика Не по Два Два Здесь Два Здесь И один Сверху А Три Три Здесь Три Здесь Также Здесь Вот То же Самое Здесь Мы Это Можем Видеть А Здесь Нет Я Сначала Сделала Как По схеме Указано Потом Я пошла Посмотрела Фотографии Кто Как Вышивал И У кого То Эти Крестики Здесь Добавлены У кого То Нет В общем Я Посмотрела И подумала Что Я Распускать Ничего Не буду Но Это Наверное Схема Точнее Ошибка В схеме В общем Я Удивилась Я думала Что У Хэнсов Нет Ошибок Думала Что Они Такие Классные Что И Не Могут Ошибаться Оказывается Да Все Есть В общем Что Буду Вышивать Этот Дизайн Еще Вчера Разобрала Нитки На Собиратели Игрушек Тоже Хочу Начать Чуть Повышеваю Этот Дизайн Насложу И буду Вышивать Шепард Буш Еще Сегодня Я получила Посылку Вот Такой Красивый Конверт С Цветочками Здесь У меня Находится Два Дизайна От Джастен Это Тве Феи В общем Одну Я вышла И потом Подумала Что Мне Надо Собрать Их Все И Я Купила Еще Здесь Две Я Сейчас Буду Открывать Смотреть Сегодня Ночью Я Еще Заказала Еще Одну Нашла И мне Останется Две Феи Это Цыганка Джипси И Рождественская И все И у меня Будет Собран Комплект Феи От Джастен В общем Я очень Довольная А еще Хочу Рассказать Вам Новость Я Вчера Купила Билеты И я Лечу В Техас Лечу К своей Вышивальной Подружке Танюшке Ее канал Пуфистые Крестики Я Ставлю Ссылку Внизу И на Каждое Видео Ее Упоминаю Но Что делать Если мы С ней Каждый Пожий День Общаемся И Я Лечу К ней В гости Начало Декабря Мы Поедем В Оклахому В магазин Сильвер Нидал В общем Вас ждет Увлекательное Путешествие В этот Магазин Может Мы что-нибудь С Танюшей Поснимаем Можете Ким Пасыр Чехлю И Да Так что Вас ждут Много Видео Интересных В декабре Еще Кстати Знаете Что думала Подумала Снять видео С ответами На вопросы Но именно На шумальную Тематику Потому что Я снимала Похожее Видео И там Мне задавали Вопросы Личного Характера И Это видео Вызвало Такой Небольшой Ажиотаж Из Хорошей Стороны Из Нехорошей Поэтому Я подумала Что Тему Личных Вопросов Я Наверное Раскрывать Здесь Не буду В основном Спрашивали Про переезд В Штаты И жизнь В Америке Да Но так Сейчас Еще больше Люди Относятся К этой Стране Неоднозначные Я конечно Все это Понимаю Я наверное Не буду Снимать И рассказывать Свою историю Потом Спрашивали Про работу Я работаю В IT Так Вкратце Рассказываю И Спрашивали Про уход За волосами Ну Это вообще Тема такая Обширная Потому что Я обожаю Уход за собой Это второе Мое увлечение После вышивки Точнее Сначала Уход за собой А потом Уже Вышивка Обожаю Парфюмерию И уход за собой Тем более Что рассказать Но Кстати Вот пользуюсь Одним Брендом В основном Уже Четыре года Это Японский Бренд Лейбл И так же Шуимура Вот Это Вкратце Так В общем Если у вас Есть какие-то Вышивальные Вопросы Которые На которые Хотели бы Чтобы я Ответила То я С удовольствием Сниму Такое видео Можете написать Мне их Здесь Под видео Можете Написать В телеграме Либо В инсте Где хотите В личку Не в личку Я Тогда Сниму Такое Видео И мы Вместе С вами Хорошо Проведем Время А на этом Все Пожалуй Буду С вами Прощаться Неделя Получилась Короткая Но Завтра Я Поеду В Такой Красивый Городок Рядом С нами Где-то Полтора Часа Находится В горах Называется Джулиан Этот город Славится Тем Что Там Очень Много Яблок Он Такой Маленький Уютный С викторианскими Домами И С красивыми Яблочными Фермами Сейчас Говорю Про Яблочные Фермы Мне сразу Захотелось Ушивать Дизайн От Виктории С яблочной Фермой Но Нет Не буду Ушивать Но Яблочки Хочу Собрать Также Хочу Попробовать Яблочный Пирог Который Там Можно Купить Погулять И Просто Насладиться Осенью Потому Что У нас Стало Чуть Прохладнее Но Осень Особо И Чувствуется Нет Красивых Желтых Лист Красных В общем Хочу Осень Поэтому На Один День Поеду Туда Вот Это Все Что Я вам На Неделе Хотела Рассказать Показать Надеюсь Вы Прекрасно С вами Провели Время И Не Иметь Ничего Против Того Что Я Снимаю На Балконе Ну Такой Формат Тоже Имеет Место Быть Мне Кажется Женщина Сказала Of course Слышали Нет Так Если На Балконе Она Болтает По Телефону Вот Я Такая Говорю Надеюсь Не Иметь Ничего Против Этот Формат И Формат Имеет Место Быть Я Такая Да Конечно Как будто Бо Это Ответ Мне Сверху Ну Так Вот Если Вы Не Слышали Подумайте Что Само Собой Разговариваю Но Нет Вроде Все Нормально Всем Большое Спасибо Все Пока Пока Увидимся В Субтитры 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 Субтитры